И в продолжении темы образования, на этот раз школьного. Общество знания один из самых популярных предметов по выбору на ЕГЭ, поскольку позволяет поступить на множество направлений, от экономики до лингвистики. Его можно сочетать с разными предметами и получить удачные комбинации. Но несмотря на это, экзамен весьма сложный. На одном из пунктов проведения единого государственного экзамена побывала Анастасия Новичкова. 4 июня в 8 гимназии тверские школьники сдают ЕГЭ по обществу знанию. Знания этого предмета открывают дорогу к получению огромного количества современных и востребованных профессий. Общество знания как предмет играет важную роль в формировании личности человека. Его гражданской позиции помогает молодым людям разобраться в политической ситуации в мире и научиться правильно действовать при решении вопросов, которые касаются гражданского, трудового, уголовного права и многих других аспектов общественной жизни. Валерия Покровская упорно готовилась к экзамену, занималась с преподавателями в школе, а также еще с репетитором. Общество знания выбрало для поступления на направление менеджмент, так как в будущем хочет связать свою судьбу с рестораном-бизнесом, а именно повышать производительность труда в заведениях общественного питания региона. И, конечно же, как и все выпускники, испытывают волнение. Я очень переживаю, у меня прям с утра мандраж, надо все стадии пройти, встать с левой ноги в школу с левой ноги, в аудиторию тоже с левой ноги, монетка под пяткой и все остальное. Иван Смирнов готовился к ЕГЭ по обществу знанию более года. Решал варианты заданий на курсах в школе с репетитором, уделял много времени самостоятельному изучению материала. Иван хочет стать экономистом, так как интересно изучение производства, распределение и потребление благ и услуг. Считает, что общество знания дает понимание о важных моментах жизнедеятельности. Это очень интересный предмет, он помогает расширить кругозор человека. И там очень много интересных тем, которые будут полезны в будущем для жизни. И, конечно, для выпускников сдача экзаменов, поступление в ВУЗы – это волнующий момент и большая ответственность. Губернатор Тверской области Игорь Жуденя отметил значимость этого периода в жизни. Позади остались школьные годы, наполненные открытиями, первым опытом работы для решения непростых задач, радостью дружбы. Впереди у выпускников первые шаги во взрослой жизни, поиск своего профессионального пути. Всегда ставьте перед собой смелые цели, уверенно идите к своей мечте. Помните, что вы – часть большой, великой страны. Вы – будущее нашего Отечества. Экзамен длится 3 часа и 30 минут и состоит из 25 заданий, разделенных на две части. Всего можно получить 58 первичных баллов. Во вторичные баллы, то есть в стобальную систему оценивания, их переводят по специальной системе расчета. Учитывающий сложность заданий. В этом году в ЕГЭ по обществознанию изменений не было. Чего не сказать о ЕГЭ по физике, сдача которого прошла также 4 июня. По физике количество заданий сокращено с 30 до 26. И, соответственно, первичный балл также уменьшен с 54 до 45. По обществознанию сегодня работает 46 пунктов проведения экзамена, по физике – 41. Ребята готовятся к экзамену, стараются заниматься. Ну и надеемся, что сегодняшний экзамен для всех ребят пройдет успешно. Результаты экзамена станут известны не позднее 20 июня. Апелляцию можно будет подать в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов.